Масса тела, калорийность рациона. Офисного работника не должна превышать 1800-2000 калорий в сутки. Количество белков, жиров и углеводов рассчитывается индивидуально, исходя из роста весовых показателей. Уберите из поля зрения вредные снеки, конфеты, печенье, соленые орешки, а также чипсы, чтобы избежать механического потребления пищи и переедания. Простые углеводы лучше заменить продуктами и блюдами с высоким содержанием пищевых волокон и витаминов, овощи, фрукты, специализированные продукты питания. Если вы не имеете возможности приносить и хранить еду, то изучите рестораны и кафе вокруг, отдав предпочтение более здоровым вариантам бизнес-ланчей. Если это возможно, то старайтесь не ходить мимо автоматов с закусками и напитками. Соблазн вокруг нас, поэтому чем его меньше встретишь, тем меньше захочется попробовать. Здоровое питание – это не только еда, но и напитки. Пейте достаточное количество чистой воды, ведь обезвоживание может маскироваться и проявляться как голод. Если в офисе нет кулера, берите воду с собой. Помните, норма потребления жидкости составляет от 1,5 до 2 литров, а чай или кофе лучше пить в те моменты, когда вам не до конца ясно, голод это или нет. Старайтесь больше ходить пешком и меньше пользоваться лифтом. Повышение физической активности позволяет расширить калорийность нашего рациона. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok